Привет, друзья! При гипертонической болезни у пациентов чаще всего возникает сопутствующий психосоматический синдром. Невозможно отделить это одно от другого. И сегодня мы поговорим об проблеме с вами для того, чтобы у вас этого не было. Самое важное, что нужно человеку понимать. Ну, что такое, во-первых, психосоматический синдром? Страшно вам? Все, давление подскочило, у вас страх. Все, боитесь вы. Все. Как-то изменилось ваше состояние внутреннее от этого. Вернее, не от этого оно изменилось, но это как бы тема другой лекции. Давление подскочило в ответ на то, что там мозгу стало мало кислорода. И вот он вызвал это подъем давления вашего. Но вам-то объяснили врачи, что вам от давления именно плохо. И вот на это вот начинает накручиваться сам весь психосоматический синдром. То есть вы начинаете... Все, вам врачи сказали, что давление это плохо. Это причина вашего плохого самочувствия. И вы начинаете бояться уже давления. И ваш враг становится давлением. Понимаете? Вы боретесь с давлением. Все давление это не ваш враг. Это то, что спасает вас от немедленной смерти, на самом деле. Когда оно поднимается, значит организму это зачем-то нужно. Чаще всего организму это нужно, потому что нарушился приток крови в головной мозг. И мозг, чувствуя это, поднимает ваше давление. И плохо вам не из-за давления, а плохо вам из-за того, что у вас снизился кровоток мозга. И поэтому изменилось ваше состояние. И поэтому мозг, спасаясь, поднял давление. Вот логика жанра. И это нужно осознать. И никто из врачей со мной не будет спорить, из опытных врачей. Ну, конечно, менее опытные там всегда со мной спорят. Но опытные врачи всегда говорят, что я прав. Что гораздо хуже, если оно сильно упадет. Вот если оно сильно упадет у вас, друзья, вы тогда почувствуете, что такое по-настоящему плохо. Если у вас будет низкое давление, резко. Вот вы почувствуете, что такое по-настоящему плохо. Что такое приближение смерти. Потому что кислород питания мозга резко упадет, и будет плохо мозгу, им будет страшно, будет страх. Выступит холодный пот, вы посинеете, побледнеете, понимаете. И у вас... Вот тогда вы увидите, что это такое, если оно вдруг упадет. К счастью, падает оно очень редко. В самые критические моменты, и когда действительно человек на грани находится. Когда у человека гипертонический криз, ему плохо от того, что пока еще мозг не насытил себя кислородом. И, как правило, любой криз, даже если ничего не делать, вот в деревне человек находится, скорая не может доехать, это проверено практикой, ничего не может он сделать, ничего. Он у него сам проходит. Мозг насытился кислородом, он этот рефлекс отключил. А человек бегает, как заяц в клетке мечется, все, у меня давление, я сейчас от него убрал. Прежде чем мы продолжим, пролистайте в описании под этим видео, там вас ждет ссылка на мой ближайший вебинар. Переходите на мой сайт и узнавайте подробности. Сделайте это прямо сейчас, будет очень полезно. Вероятность того, что у вас что-то лопнет в голове при гипертоническом кризе крайне мала, и возникает эта вероятность только тогда, когда давление поднимается выше 250. Понимаете? А у нас большинство людей такую психосоматику выхватывают уже там на 180, там, уже у них все, все, я умру, там, все, все. Потому врачи напугали, все, сказали, если давление поднялось, все, считай, скоро смерть твоя придет, там, все, и так далее. Борись, снижай его и так далее. И снижают же, напьются таблеток со страху столько, что вот это как раз и является причиной резкого падения давления. Вы представьте, мозг насыщает себя кислородом, у вас криз гипертонический. И вот вы напились таблеток со страху. Потом мозг рефлекс отключил, а вы таблетками заблокировали сердце. Оно у вас хобо, химию, приняли, яд, сердечный яд, который не дает сердцу работать. И у вас давление упало. Вот тогда вам будет плохо, друзья, по-настоящему. И тогда может случиться ишемический инсульт. Врачи скорой помощи опытные об этом знают. И, как правило, высокое давление сильно не сбивают сразу. Потому что они знают, что можно получить ишемический инсульт в ходу у пациента. То есть вот взбили, резко давление упало. Все, у него пошел ишемические явления и инсульт. Как избавиться от этой психосоматики? Первое, осознать вот это все, что я сказал. Вбить себе в голову, что на 99,9% от давления 180-200, чуть выше 200 даже, вы не умрете. Все, это не крах какой-то организма, это мозг себя насыщает кислородом. Вы не умрете, и при этом нужно знать из предыдущих моих видео, из других видео, как бороться с гипертоническим кризом. Вы это отдельно найдете, это будете применять, действовать, помогать мозгу насыщать кислородом себя. Нужно убрать боязнь давления. То есть не нужно вам его бояться. Давление – это ваш друг. Вам нужно предпринимать активные действия, которые помогут вам прийти к тому, чтобы мозг хорошо кровоснабжался всегда, и давление это вам не повышал. Не было бы, чтобы у вас вот этих кризов гипертонических. И тогда у вас уйдет вся эта самая психосоматика. Но начинается борьба с психосоматикой с того, что человек должен осознать, что давление – это рефлекторная реакция на нехватку кислорода в мозге. И она вас спасает, ее не надо считать врагом, не надо ее бояться. Это нормальная природная реакция. Если вы будете бороться с этой реакцией, то вы только себе сделаете хуже. Ну, как я уже рассказал, да, напьете с таблеток там, ой, она не спадает. Не спадет она никогда, пока мозг не насытится кислородом. Вот, спокойно можно принять, если там уже идет за 200 давления, да, можно принять какой-то там препарат, который кардиолог посоветовал, который вам немножко его собьет. Но не надо это делать вот на стрессе, вот сразу прям в норму, чтобы оно пришло 120 на 80. Легче вам от этого не будет. Сначала мозг себя насытит кислородом, потом оно само придет в норму. При этом вы можете немножко помочь препаратам. Немножко. Ну, в данной такой ситуации. Вот. Но главное – это разорвать психосоматический круг. Потому что он начинается с того, что вы начинаете бояться давления, вы начинаете его постоянно мерить. Появляется еще один в этом круге замыкающий – это аппарат, который у вас постоянно с собой. Вы начинаете мерить его постоянно. Начинаете бояться уже не давления, даже начинаете бояться аппарата. Уже подходит как на экзамен к этому аппарату. Понимаешь, уже все у вас, уже там колбасит уже от одного вида этого аппарата. Как будто вот сдаете вы все, сейчас вот этот норматив пропустит вас в будущую жизнь, или не пропустит. И вот это все представляет собой порочный психосоматический круг, который потом нам, врачам, профессионалам очень трудно разорвать. Зачастую бывает, пациент к нам приходит лечиться с вот таким вот уже психосоматическим букетом. Мы ему вылечиваем кровоток мозга, вылечиваем сердце, укрепляем организм, у него все хорошо, но у него все равно продолжается эта вот тяга, мерить это давление постоянно, он постоянно зависимый от этого аппарата и так далее. Начните с осознания, что давление вас не убивает, а спасает. Тогда психосоматический круг начнет постепенно, порочный круг вот этот, постепенно разрываться. И ищите другие мои ролики, где я учу, как бороться с давлением, и как избавляться от гипертонических кризов. С вами был доктор Шишонин. Пока! Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Будьте здоровы!